Итак, начинаем видео под названием Как вы можете зарабатывать на сайте Умею привлекать трафик В этом видео мы рассмотрим 7 способов заработка на сайте Если вы умеете привлекать трафик Трафик для сайта это очень важная составляющая Потому что если нет посетителей на сайте На сайте никто не заходит Соответственно никто ничего не покупает Никто ничего не просматривает Никто ничего никуда не кликает И соответственно получить какой-то заработок с сайта На который никто не заходит очень проблематично Конечно есть варианты получить заработок Но очень-очень сложно Поэтому мы будем рассматривать способы заработка на сайте Если у нас есть посетители С каждым днем посетителей в интернете все больше и больше Интернет распространяется по России И соответственно людей на сайтах становится очень много По сравнению что было например 2 или 3 года назад Ты смотришь сейчас Посещаемость растет очень большими темпами Поэтому если у вас еще нет сайта Или он есть Но он малопосещаемый Изучайте как привлекать трафик на сайт И соответственно чем больше будет у вас посетителей на сайте Целевых посетителей Тем больше вы сможете зарабатывать На своем сайте Итак давайте начинать Первый способ заработка на сайте Это продажа своих услуг Вы можете продавать на сайте Какие-то свои услуги Это может быть все что угодно В чем вы профессионал Может быть это будет создание сайтов Какое-то консультирование Проведение тренингов Ремонт квартир Ну любые услуги Какие вы можете оказывать То вы можете продавать на сайте Например да вы пишите какие-то статьи на сайте Именно по своей тематике Вот тем самым привлекая посетителей На сайт Люди читают Интересуются Узнают о вас Об этой теме Да более подробно И Также Обращаясь к вам За выполнением каких-то услуг Следующий пункт Это продажа Продуктов А значит продукты Это могут быть Ну Не пищевые продукты Да А какие-то может быть инфопродукты Которые Обучающиеся Да Обучающие Либо это могут быть любые товары Да Все что угодно Флешки Постельное белье Фотоаппараты Телефоны Машины Танкеры Нефтяные Все что угодно Если вы знаете Да как привлечь целевую аудиторию На сайт То вы сможете продавать Любые товары Сейчас очень много Разных ниш Да С помощью там Социальных сетей Или Других инструментов Да можно найти Любую целевую аудиторию Которая вам Нужна Да Для продажи Ваших товаров И услуг И привлечь их на сайт И соответственно Продать ваши товары Следующий вариант Это если у вас нету Своих товаров Да Вы Никакие услуги Не предоставляете Но заработать В интернете хотите Это продажа Партнерских продуктов Здесь Вы как выступаете Как Посредник Да Вы можете рекомендовать На своем сайте товары И люди Переходя По партнерской Ссылке На сайт Продавца Там Производители Будут покупать А вы с этого Будете получать Комиссионные Комиссионные Могут быть разные В некоторых направлениях Это может достигать 50% Комиссионных Где-то Где-то 3% Да Вот Ну В зависимости От ниши Да Например Если вы Решили продавать По партнерской ссылке Шины Да Там где-то Примерно 5% Да Например Какие-то товары Для похудания Да Там Бриджи Например Да Там какие-то Лилосины То там Процент уже побольше Там порядка По-моему 15-10% Звут именно За партнерскую продажу Поэтому смотрите Да В одной и той же Ниши Могут быть Разные проценты Поэтому смотрите Что вам подходит Какой процент И какой Какие отзывы О самом магазине Да Выплачет он Партнерского Вознаграждения Как с задержками Без задержек Быстро Да Какие там есть Маркетинговые материалы Для продвижения Если там баннеры Да Статьи Какие-то И Остальные Вот так Как бы В партнерских товарах Вы можете продавать И здесь Физические товары Как я сказал И Информационные Потому что Сейчас тоже Информационных продуктов Обучающих курсов Очень много На разные тематики Для любой тематики Можно найти Именно курс Который разместить на сайте И люди будут смотреть Переходить Покупать Сюда же можно отнести Такой новый Вид партнерской Программы Как оплата За действия Это Такая партнерская Программа Появилась недавно Наверное где-то Год или полтора Назад И сейчас уже Развивается Очень большими Темпами В англоязычном Интернете Это давно уже Оплата за действия Практикуется у нас Это только-только Появляется В чем смысл Этой партнерской Программы Что человек Заходит На ваш сайт Читает какую-то Информацию И потом Переходит На другой сайт На сайт Рекламодателя И совершает Какое-то действие Соответственно Вы с этого Получаете Какой-то процент Самый простой Пример Это Игровой сайт Человек Зашел На игровой сайт Какой-то Онлайн Игры Зарегистрировался И вы с этого Получаете Вознаграждение Именно За регистрацию Это может быть 10 рублей 20 рублей Может быть 5 рублей В зависимости Тоже От Самой игры От Рекламодателя Другой пример Это Например Всем вам известны Вот эти Купоночные Сайты Где предоставляют Купоны Они тоже платят За действие Если По вашей ссылке Человек зашел И зарегистрировался На Сайте Купонов Где Вот эти Купоны Скидочные Акции То вы Получаете Там порядка Тоже 30 рублей Соответственно Человеку Как вы видите Не нужно Ничего платить Да Он просто Заходит Зарегистрируется Вы с этого Получаете Деньги Вот Тоже В этом же Направлении Это например Есть Человек Зашел Зарегистрировался Подал Заявку На кредит Подал Заявку На каско И Что-то Такие Подобные Что человек Не делает Например Покупку Ему не нужно Расставаться С деньгами А он Просто Оставляет Какую-то Заявку Просто Где-то Регистрируется С этого Вы получаете Деньги Соответственно Всем хорошо И рекламодателю И вам И посетителю Который Перешел По этой ссылке Следующий Вариант Заработка Это На своем Интернет Сервисе То есть У вас Какой-то Есть сайт И вы На этом Сайте Предоставляете Какой-то Сервис Ну Это Может Быть Все Что Угодно В зависимости От Вашего Направления И от Вашей Фантазии Самый Простой Пример Который Приходит Это Например Сайты Знакомств Вы Регистрируетесь Можете Пользоваться Сайтом Знакомств Бесплатно Но Если Вы Хотите Например Что-то Там Более Продвинутое Например Стать Вип Искать Как-то Претендентов По Каким-то Определенным Критериям То Вам Предлагают Заплатить Определенную Сумму Денег Чтобы У вас Эти Функции Открылись И вы Могли Там Искать Или Стать Вип И вас Выделили В рамочку Соответственно Вы На своем Сайте Можете То же Самое Сделать Например Что-то Там Закрытый Доступ Что Человек Хочет Получить Какую-то Информацию Для Этого Ему Нужно Заплатить Какую-то Денежку Здесь Оплату Можно Реализовать Разными Способами Самое Простое Это СМС Оплата У каждого Человека Есть Телефон Он Отправляет СМС И тут же Он получает Доступ К Какому-то Определенному Разделу Или Сервису Который Вы Предоставляете На сайте Другие Способы Это Вебмани Яндекс Деньги И прочее То есть Человек Заходит Смотрит Что-то Ему Понравилось Он Например Хочет Скачать Тоже Самый Реферат У вас Например Банк Рефератов Или Вы пишете Рефераты А на заказ У вас Уже Есть Готовая Библиотека Рефератов Человек Может Отправить Вам Деньги И тут же Получить Реферат Себе На почту Следующий Вид Заработка Это Заработок На контекстной рекламе Соответственно Люди К вам Заходят На сайт И чем Больше Эти люди Заходят На сайт Тем Больше Вы можете Заработать На контекстной рекламе Смысл Контекстной рекламе Что Человек Видит Рекламу Рекламный блок И кликает По этой рекламе Даже Если у вас Это будет Не основной Заработок На контекстной рекламе Вы все равно Можете повесить Блок Этой рекламы И Часть людей Будут кликать И это будет Дополнительный Доход От вашего сайта Либо же Вы можете Именно Сфокусироваться На этом Заработке И Зарабатывать Только на контекстной рекламе Чем хорош Этот заработок Что вы можете Быть В любой стране Да Не привязаны К каким-то Продажам Товаров Услуг И прочее Вы Просто развиваете Свой сайт Добавляете Новые статьи Раскручиваете Сайт Привлекаете Новый трафик Люди приходят Читают статьи Кликают На контекстную рекламу И вам С этого приходят Деньги Зарабатывают Например С одного сайта Где-то 15-20 тысяч рублей Вполне реально Да Если Его развивать То соответственно И можно больше Зарабатывать Если этих сайтов Несколько В разных нишах То доход Можно сказать Здесь не ограничен Просто масштабируете Делаете Новые сайты Под контекстную рекламу Привлекаете Трафик И получаете Деньги За контекстную рекламу Следующий Вид заработка Это Размещение Рекламы На сайте Ну здесь Можно сказать Все схоже С контекстной рекламой Просто На некоторых сайтах Контекстная реклама Не подходит Ну В силу того Что По этой тематике Нету Коммерческих Объявлений Да Например Ну Например сайта О фильмах Какая там реклама Может быть О фильмах Другого фильма Ну Фильмы редко рекламируют Соответственно Эти сайты Можно монетизировать Чуть по другому Можно размещать Баннеры Баннерную рекламу Можно размещать Тизеры Это Такие Рекламные блоки Которые Вам платят Тоже за клик Получается То же самое Что контекстная реклама Но Она чуть отличается И Она больше Привлекает внимание Потому что Она сделана В виде Картинки Следующее Это Вы можете Размещать Статьи На сайтах На сайте Посты И обзоры Когда у вас Сайт посещаемый Будут люди Заинтересованные В том Чтобы вы Чтобы у вас Разместиться Какую-то статью Вы получаете С этого человека Деньги Берете деньги И Размещаете статью Вот Часть людей Переходит По ссылке В статье На сайт Рекламодателя Соответственно Это тоже Хороший способ Монетизации Можно Добавлять Статьи Размещать Рекламные Какие-то Обзоры И Тем самым Наращивать Контент На сайте И Увеличивать Посещаемость И давайте Посмотрим Еще один способ Заработка На сайте Это Посредничество Что такое Посредничество Это Можно сказать Как партнерская Программа Но Она чуть Отличается В чем Отличие Например Мы говорили О Партнерских Программах Партнерская Программа Делает Вам Условие В том Что Будет Платить Вам 10% Например Или 15% И Вы с этим Ничего не Можете Сделать Вы принимаете Эти условия Соответственно Сколько Вы Людей Не Направите По Рекламной Ссылке Вы В любом Случа Будете Получать 15% Или 10% Если Вы Выбираете Способ Монетизация Посредничества То Здесь Процент Может Быть Не Ограничен Объясню Как Это Работает Например У У У Есть Способ Привлекать Потенциальных Клиентов За 50 Рублей Вы Вкладываете 50 Рублей Во Что То И Можете Привлекать Каких То Людей С Каким То Интересом Например Людей Которых Хотят Заниматься Танцами Или Записаться На Соответственно Вы Тратите На Это 50 Рублей Может Вообще У вас Получается Бесплатно У вас Идет Раскрученный Сайт И Люди К вам Просто Приходят Толпами На Какую Статью Именно По Йоге Или По Танцам И Вы Можете Вот Этих Людей Получать От Них Заявочку Что Они Хотят Записаться На Школу Танцев Или В Студию Йоги И Вы Эти Контакты Можете Продавать Либо Школе Танцев Либо Студии Йоги То есть Получается Смотрите Вы Затрачиваете На Привлечение Этого Человека 50 Рублей А Можете Продавать Фирме Например За Полторы Тысячи Или За Две Тысячи Рублей Потому Что Как Происходит Это Все В Школе Танцев Человек Записывается Платит Он Например Первый Первый Месяц За Восемь Занятий Например Две С половиной Тысячи И Ходит Он Потом Еще Несколько Месяцев Получается Если Вы Продаете В школе Танцев Одного Человека Который Хочет Записаться За Например За полторы Тысячи А этот Человек Ходит На Танцы Студия Танцев Первый Месяц Может На нем Не зарабатывает Или Зарабатывает Там Какие-то Небольшие Деньги Но Потом Когда Он Ходит Следующий Месяц Второй Третий Месяц Уже Студия Танцев С этого Зарабатывает И Соответственно Все В выгоде И Вы Получаете Хороший Процент И Студия Танцев Получает Клиента Который Постоянно Ходит К ним На Танцы Соответственно Вы Можете Привлекать Таким Способом Через Посредничество Различных Людей И Так сказать Продавать Их Другие Другие Компании Здесь Как бы Компании Которым Можно Предложить Вот такие Услуги Что Вы Можете Перевести Клиентов Очень много Потому что У всех Почти Компании Есть проблема В том Что Где найти Новых Клиентов Как их Привлечь Многие Просто Не умеют Привлекать Трафик На сайт И Соответственно Не могут Найти себе Клиентов Если Вы Появляетесь И Говорите Я могу Там Десять Или Сто Человек Привлекать Каждый Месяц Вас Будут Холить И лелеять Скажут О Мы Тебя Давно Ждали И искали Причем Вы Можете Жить Например В одном Городе Например В Екатеринбурге А создать Сайт Для Такого Посредничества Под Москву Вы Будете Находить Людей Из Москвы И Тоже В московской Ферме Их Перенаправлять Соответственно У вас Будет Вы Можете Либо Жить Там В каком-то Городе Либо Даже В другой Стране Бизнес Бизнес У вас Будет Например В Москве Где Больше Клиентов Или Там Еще Какие Ниши Для Посредничества Подумайте Сами Первые Три Которые Мне пришли В голову Это Йога Студия Школа Танцев Услуги Такси Например Еще Можно Вывоз Музора То же Самое Много Других Различных Направлений Подумайте Лучше Думать От того В чем Вы Профессионал Или В чем Вы Разбираетесь Чтобы От этого Плясать И Создавать Сайт Раскручивать И привлекать Потенциальных Клиентов И потом Их Куда-то Перенаправлять Собственно Все Такие Способы Мы с вами Рассмотрели Их всего Семь Но Эти все Способы Можно Комбинировать Если вы На них Посмотрите То Видно Что все Эти способы Можно Совместить На одном Сайте И С одного Сайта Иметь Семь Источников Дохода Различных Например И продавать И свои Услуги И партнеров И какие-то Товары И сделать Какой-то Интернет Сервис Соответственно Где-то Разместить Небольшой Рекламный Контекстный Блог С Контекстной Рекламой Может быть Еще Какие-то Тизеры Статьи Заказные И Также Перенаправлять Куда-то Потенциальных Клиентов Ну На этом Видео Закончено Пробуйте Развивайте Свой сайт Привлекайте Посетителей И зарабатывайте Спасибо за внимание И до новых встреч Субтитры Продолжение следует